Всем привет! Перед просмотром, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Советский, грузинский актер Гочи Ломия, скончался на 70-м году жизни, 23 августа. Об этом сообщает спутник Джорджия, со ссылкой на сообщение Министерства культуры, спорта и молодежи страны. Смерть Гочи Ломия, большая потеря для грузинского общества и грузинского кино, говорится в некрологии. Причина смерти артиста не указана. Ломия родился в 1952 году и хорошо знаком советскому зрителю, по своему экранному дебюту, в 1969 Гочи сыграл главную роль Зураба Редиски в «Драмину и молодежь» Ризо Чьидзе. Также он снялся в ленте «Чьидзе саженцы», сыграл Митау Тимура Палавандишвили в «Бродячих рыцарях» и в «Похищении луны» Томаза Мелиава. Американский актер украинского происхождения Игорь Вовковинский, умер 20 августа, на 1939 году жизни в Рочестере, США. Об этом сообщает городская радиостанция со ссылкой на подтверждение из местного похоронного бюро, отметив, что украинец был одним из самых известных людей Рочестера. Причина смерти артиста не названа. Игорь Вовковинский родился 18 сентября 1982 года в Баре, Винницкая область. В 1989 с матерью Светланой и старшим братом Олегом эмигрировал в США для лечения. Как передает станция, сообщество Рочестера по сути усыновило гиганта, на то время достигшего роста 182 сантиметра и весившего более 90 килограмм, оказывая всяческое содействие в плане финансов, помощи с жильем и одеждой. В 2010 он был признан самым высоким жителем США. После приобретения популярности выступал, как большой сторонник Барака Обамы во время предвыборной кампании 2012 года, а мировая слава пришла к Игорю, после того, как он вынес на сцену украинскую певицу Злату Огневич, участницу Евровидения 2013 года. В конечном итоге Вовковинский вымахал до 234,5 сантиметра и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Несколько раз появлялся на экранах в качестве актера, например, в комедии 2011 года с Оуэном Уилсоном и Джейсоном Судейкисом «Безбрачная неделя» и в шоу «Доктора Оза». Умер Степан Емельянов, советский и российский якутский актер, заслуженный артист Якутии, актера театра и кино. Артиста не стало в ночь на 18 августа. Об этом сообщает Сеха Лайф, со ссылкой на Министерство культуры и духовного развития Якутии. Причина смерти не названа. Степан Емельянов родился 29 ноября 1935 года в Якутской АССР. В 1954-1956 годах проходил службу в частях Тихоокеанского военно-морского флота. В 1961 окончил вечернюю среднюю школу рабочей молодежи в Покровске, учился в Якутской студии Московского театрального училища имени Щепкина, при Малом театре. Работал артистом Нюрбинского государственного передвижного драматического театра, служил в Якутском государственном драматическом театре имени Аюнского, Якутском русском театре. На экранах дебютировал в 1982 году ролью командира спецотряда Аксенова из «Срочно». «Секретно». «Губчика». Далее, «Атаман в Семене-Дежнёве», «Залив счастья», «Российско-французский шаман». Советская и белорусская актриса, народная артистка белорусской ССР Галина Орлова, умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщает Белта, со ссылкой на Национальный академический театр имени Янки Купалы. Орлова являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются. Галина Орлова родилась 30 ноября 1928 года в Витебске. С 1948 года она была в труппе театра имени Якуба Колоса. В 1959 году она перешла в Купаловский театр. Актриса сыграла в таких спектаклях, как «Униженные и оскорблённые Фёдора Достоевского», «Воскресенье Льва Толстого», «На дне Максима Горького», «Что тот солдат», «Что это Бертольда Брехта», «Эрик IV» и «Августа Стренберга». Звание народной артистки белорусской ССР Орлова получила в 1991 году. Актриса была женой народного артиста СССР Николая Ерёменко-старшего и матерью актёра народного артиста России Николая Ерёменко-младшего. 19 августа скончался Сиенаул Аюн, советский и российский тувинский режиссёр, актёр, педагог, заслуженный артист Тувинской АССР и РСФСР. Об этом сообщает Тува онлайн, без указания причин смерти артиста. Аюн Сиенаул Лакпаевич родился 10 сентября 1934 года в Москве. В Туву семья приехала, когда ему было три года. В 17 стал студентом Ленинградского театрального института имени Островского. В 1965 окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1955 актёр, режиссёр и главный режиссёр музыкально-драматического театра имени Кокоола Тувинской АССР. На экранах дебютировал ещё студентом, сыграв одну из главных ролей, Адара, снятой на линфильме киноповести, Андрея Апсалона «Люди голубых рек». Создал федерацию фехтования в Туве. Легендарнейший японский актёр, певец, продюсер, режиссёр и мастер ряда единоборств Сони Тиба, умер 19 августа в госпитале в Кисарадзу на 83-м году жизни. Причиной смерти артиста стала пневмония, развившаяся на фоне заражения артиста коронавирусом. Об этом передаёт Яху Джопен, уточнив, что Сони заболел ковид в конце июля и был госпитализирован 8 августа. Синьетисони Тиба родился в 1939 году в городе Фукуоко в семье военного лётчика. Обучился в университете физической культуры, где начал серьёзно заниматься каратэ, чёрный пояс. В 1959 дебютировал на экранах. На счету более двух сотен фильмов и сериалов «Великое», в том числе, множество картин про бравых самураев и ниндзя, частично хорошо известных российскому зрителю по эпохе VHS. Также Тиба снялся в сиквеле «Королевской битвы», сыграл Хаттери Ханзову «Бить Билла» и появился в ленте «Тройной форсаж». Токийский дрифт. Популярный британский актёр и комик Шон Лок скончался от рака в возрасте 58 лет. Об этом со ссылкой на агента знаменитости сообщает The Guardian. Представитель артиста отметил, что актёр умер у себя дома в окружении семьи. Шон Лок был одним из лучших комиков Великобритании. Он также был любящим мужем и отцом троих детей. Шона будет очень не хватать всем, кто его знал лично. «Мы убедительно просим уважать частную жизнь его семьи, в это тяжёлое время», — сказал агент. Одним из первых соболезнований о семье Лока выразил известный английский комик Алан Дэвис в Твиттер. «Мы были знакомы с 1988 года, когда у нас обоих только начинались карьеры. В последние годы мы с ним практически не общались из-за его болезни. Мне очень жаль его жену и детей. Покойся с миром, Локи», — написал он. В 1990 году у Лока обнаружили рак кожи. Лечение помогло ему справиться с онкологией. Шон Лок — английский актёр и комик. В Великобритании он прославился в первую очередь как стендап-артист. В 2000 году он получил престижную британскую комедийную награду в номинации «Лучший стендап в прямом эфире». Также комик был постоянным участником популярного британского телешоу «8 out of 10 cats does countdown».